Вмешательство нашей съемочной группы помогло восстановить справедливость. Сегодня в редакцию программы Вести Хакасия обратился автовладелец, у которого забрали машину. Забрали за дело, а вот за возврат попросили за облачную сумму. Владелец штрафстоянки, все тот же предприниматель Осипенко, чьи действия уже взяла на контроль антимонопольная служба. Мария Добрынина с подробностями. За этим неприглядным забором находится настоящая золотая жила, изъятая авто нерадивых водителей. У кого-то прав не было, кто-то за руль сел нетрезвый. Видимо, поэтому хозяин штрафстоянки решил, что с нарушителей можно брать денег столько, сколько позволит совесть. У меня сотрудники ДПС остальные в Калинино, я был без водительского удостоверения. У меня изъяли автомобиль. Сколько попросили? 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей за эвакуатор и 1100 рублей за каждые сутки. Я говорю, вы мне можете выписать квитанцию? Они говорят, нет, я вам могу дать только товарный чек. Я говорю, да я что приехал в магазин? Денис не первый, кто столкнулся со слишком предприимчивым бизнесменом Осипенко. В мае мы рассказывали о двух жителях Черногорска, которым предложили заплатить в несколько раз больше за перевоз изъятой машины, чем предполагает тариф. Километр в Хакасии стоит без малого 50 рублей. Посчитать протяженность пути несложно. А во время съемок репортажа мы узнали от жителя Аскиза, что ему предложили забрать его «Волгу» за 35 тысяч рублей. И это при том, что у нее исчез аккумулятор. О беспределе на штрафстоянках знает и Министерство транспорта республики, которое должно курировать работу подобных площадок. И по словам потерпевших Министерства внутренних дел, только участковые принимать заявление отказываются. В общем, пока наказать предпринимателя пытается только антимонопольная служба. Буквально в августе мы вынесем уже решение. И там, соответственно, будем принимать меры реагирования в виде наложения административного штрафа, размер которого составляет от 100 тысяч рублей. Тем, кто уже пострадал, я в любом случае рекомендую обратиться в Министерство внутренних дел, поскольку такая деятельность, она не является законной. И нужно в любом случае меры реагирования уже не только антимонопольного применять, поскольку предприниматель не удовлетворен тем, что его штрафуют. Этого, видимо, недостаточно. Доказательством того, что цены на эвакуацию и хранение автомобилей завышают совершенно необоснованно, можно считать и то, что после начала съемок у штрафстоянки охранники спустя некоторое время, по указу владельца, Денису тихонько озвучили другую сумму. Вместо 10 предложили 3 800. Вот, забрал свой автомобиль, ВАЗ-2106. Только что попросили на штрафстоянку за место 10 тысяч за эвакуатор. 3 тысячи и за стоянку за трое суток получается 800 рублей. Все, машина дома. Спасибо. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.